Всем большой привет! Сегодня приготовлю закусочный торт, который прекрасно украсит ваш повседневный или праздничный стол. Готовится такой торт очень быстро и просто. Давайте приготовим! Хлеб кладу в миску и заливаю молоком. Оставляю минут на 10. Куриное филе нарежу мелко кубиками. Для того, чтобы филе можно было удобнее нарезать, я убрала филе в морозилку на 1 час. Одну большую луковицу также мелко нарежу. Добавлю к мясу. Для того, чтобы хлеб полностью впитал в себя жидкость, немного измельчу его вилкой. Оставлю еще минут на 5. 1 столовую ложку майонеза. Добавлю к фаршу. Посолю и поперчу по вкусу. Хлеб измельчу руками и добавлю к фаршу. Все тщательно перемешаю. Сковородку ставлю на плиту. В сковороду устанавливаю кольцо. К сожалению, произошли небольшие технические неполадки с камерой, поэтому буду продолжать снимать на телефон. Выкладываю 1 четвертую часть готового фарша. Теперь можно убирать кольцо. Обжариваю все свои коржи на среднем огне до готовности. К сожалению, 2 коржа немного развалились, так как неудобно было одной рукой переворачивать, а второй держать телефон. Но в любом случае на вкус это никак не повлияет. Коржи очень хорошо прожарились. Теперь можно собирать сам торт. Я взяла 2 столовые ложки майонеза, добавила 4 зубчика измельченного чеснока, немножко добавлю черный перец молотый. Все тщательно перемешаю и буду промазывать каждый корж. В тарелку устанавливаю кольцо, выкладываю первый корж, промазываю майонезом, сверху выкладываю нарезанные кружочками помидоры. И точно так же собираю все свои коржи. У меня остался последний корж, его также промажу оставшимся майонезом. Далее идут помидоры. И украшу зеленью. Готовый торт накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник как минимум на 1 час. Через час можно подавать к столу. Торт получается нереально вкусным. Всем советую приготовить такой торт. Он очень красивый и очень вкусный. Всем приятного аппетита, хорошего настроения и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!